Сегодня я хочу поговорить с вами о такой интересной истории. Что произошло с Иисусом Христом и с учениками, 70 учеников Его? Вот у Луки записано в 10 главе 17-20, когда Господь их благословил, дал им силу, дал им власть и послал подвое проповедовать Царствие Божье. И вот 70 учеников возвратились с радостью. И говорили, Господи, и бесы повинуются нам от имени Твоего. Представляете, какой у них был восторг, да? И бесы повинуются нам. Он же сказал им, А я видел Сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничего не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Интересное место, правда? Я все время думала, как интересно Иисус ответил им, что бы это значило. Да, они вошли в славу Божью. Можно сказать, Господь им дал свою славу понести. И эта слава вызвала в них восторг. И я думаю, что каждый из нас, если ощутит такую славу, тоже будет ощущать восторг. И они ощущали в себе превосходство над силами зла. Над силами злобы поднебесной. Но вы знаете, у человека такая натура интересная. Что при таком служении Человеку свойственно Начинать ощущать свое превосходство, не только над бесами. Но и над теми, кто к нему подошел с этой нуждой. Вот что бывает с людьми. И нести славу Божью непросто. Она тяжелая. Эта слава очень тяжелая. Без смирения, без покорности, без того, что ты прошел путь, вот это отвержение, очень тяжело нести ее. Это искушение. И при том, искушение какой? Гордостью. Услышьте это искушение гордостью. И Господь это сразу заметил. Он увидел опасность их состояния. Что их душенька порадовалась, но не тому. Они слишком вот это все восприняли, что именно? Чему они уделили большое внимание? Бесы повиноватся. Понимаете, какое превосходство, да? То есть, их не волновало то, как они проповедовали. Ну, сколько покаялась. Сколько узнали Иисуса Христа? Кого они привели к Иисусу Христу, чтобы вот показать, вот слава Иисуса? Они порадовались тому, что им повинуются. Вы понимаете? Это могло даже отвлечь. Если это не остановить, это может отвлечь от Иисуса Христа, от концентрации на Его Личность. Это может отвлечь от проповеди Царства Божьего и сосредоточить на славе. Понимаете, что опасно? Сосредоточиться на славе, которая через тебя проявляется. И почему-то Иисус на это, глядя на них, ответил. Я видел Сатану, спасшего с неба, как молнию. Вы задумывались, к чему это вообще? Кто-нибудь из вас задумывался, при чем здесь это вообще? Я задумывался. Я думал, ну, Господи, почему такой странный ответ на это? А тут они радуются, что бесы поймутся. А ты говоришь, Сатана спал. Ты видел? Ну да, видел. Он видел, как слава подействовала на блистающего Херувима. Понимаете? Я видел, чем это закончилось. Гордость, чем кончается, видел. Разве не того же самого вас желал Симон? Посмотрите. Тот Симон, который был ворожеем недавно. И он уверовал в Иисуса Христа. Он волхвовал. Вы помните это место, правда же? И когда он покаялся, покрестился, придел Христа. И вдруг увидел что? Большую славу. В апостолах была большая слава. У апостолов была большая сила. И он этим очень смутился. И он пожелал эту славу. Он не пожелал больше знать Иисуса Христа. К чему нас призывает Господь? Больше Его познавать, правда? Господь нас к чему призывает? Чтобы мы углублялись в Него. Совершенствовались. Чтобы быть с Ним рядом. А чем увлекается очень часто человек? Вот им надо бесов гонять. Им надо славу. Надо их ходить исцелять, чтобы все видели у меня славу. И Симон тоже захотел Духа Святого, чтобы показать свою силу и славу. Он не просто захотел, он захотел управлять Духом Святым. Как золотой рыбкой. Деяние 8, 18-19. Симон же, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, принес им деньги и говорит, дайте мне власть ее, чтобы тот, на кого я возложил руки, получал Духа Святого. Ох, какая красота, какая сила и власть, да? А вы знаете, вот этот самый Симон, когда он волхвовал, он возвышался. он возвышался над всеми. Его почитали, его уважали. Он знал, что он просит большей власти, большей силы, чтобы его больше уважали. Посмотрите, как о нем написано, если мы будем читать еще. Находился же в городе некоторый муж именем Симон. Это о нем. Который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский. Выдавая себя за кого-то великого. Вы понимаете, что у человека какая гордость, да? Выдавая себя за великого. Ему внимали все, от мала до большого, говоря, все есть великая сила Божья. Овнимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованием. То есть он использовал, вы знаете, что такое волхвование, силу дьявола. И удивлял чудесами. Удивлял знамениями. Он этим самым держал целый город. К нему приходили и просили помоги, платили деньги. И он делал. На кого-то насылал, кому-то вроде как помогал. И вдруг он увидел, а эта сила побольше. Если он брал деньги и делал, так я тут тоже заплачу и получу большую силу, понимаете? В царстве дьявола продается многое. И за деньги, и за душу. Он продает. Пойдите к гадалкам, заплатите деньги, они вам сделают, что вы хотите. Кого порчу, кому от порчи, только плати. Кого свести, кого развести. и он этим занимался, и знал, что это все за деньги. Но это царство делало. Там продается. А у Господа совсем другое. Господь не продает ничего. Даром получили, даром даете. Его царство, оно заплачено кровью Христа. Мы все получаем по благодати. Ничего не покупается, ничего не продается, понимаете? И за деньги невозможно купить Господа. За дары никогда не купите спасение. И в Царстве Божьем лучшее место не купите за биллионы. Есть цена. Отношение с Богом какая? Любовь. Любовь и посвященность. Это цена. Это не деньги. В любви посвященность. Это цена, за которую можно что-то приобрести в близости с Господом, в близкие отношения, но Симон этого не знал. Он знал другую дорогу. Дам деньги и получу. И вы посмотрите, какой был ответ от Петра. Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. даже помыслить, что ты можешь каким-то даром приобрести себе от Господа что-то, уже грех. Понимаете? Нет тебе в всем части и жеребия сказано. Ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысли сердца твоего. Но почему может быть, будет зависеть от того, насколько искренне покаешься. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Мой хороший, так уже покаялся. Он же принял Иисуса Христа. Оказывается, он признал Иисуса Христа, но не возродился. Вот разница опять-таки. Итак, мои дорогие, это опасность. Опасность желать власти. Даже власти Божьей желать. Это опасность. Надо желать самого Господа. Отношения с Ним, близости с Ним, любовь. А как это все? Путем умоления. Путем крутости и смирения. Ниже, ниже и ниже. В духе это высота. Мы думаем, мы опускаемся, если нас будут это унижать, да все на мне будут ездить. На вас Дух Святой будет. Если вы будете умоляться перед Господом и смиряться. Как сказал Иисус, посмотрите на меня, кроток и смирен сердце. Но грех живущий в человеке в плоти человеческой. Он себя может проявить гордостью к твоему падению. Если ты не умоляешься, а восхитишь славу. Иисус посмотрел на учеников. На 70 учеников, которые только что получили силу и власть. И пришли в восторг от того, что им подчиняются. И я уверена, что в какое село они не вошли и совершили вот это, все восторгались ими. И он посмотрел на это и не обрадовался. Они пришли в восторге, а он не обрадовался. И строго предупредил об опасности. вот что означали его слова. Я видел сатану спавшего с неба. Как молнию, как дал Господь ему спал. От чего? От гордости. От гордости. Ему было столько дано. Он сказал, нет, не этому радуйтесь. А чему радуйтесь? Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вы знаете, как мало сейчас христиане этому радуются? Вот они завидуют тем, кто бесов гоняет. Радуйтесь. Если имена ваши записаны на небесах, радуйтесь. Это единственное, что вы там оцените, когда придете и будете в восторге, что вы в небеса вошли. Что в Царстве Бога ваши имена известны. Это самое ценное, что мы можем иметь. Иисус сказал. Это самое ценное, что вы можете иметь. А остальное он видел, чем кончается. Если вы не пойдете по дему моления, он видел, чем кончается. я видел Сатану спасшего с неба, как молнию, чему вы радуетесь? Что вас так подняло? Это ваше? Нет, это мое. Это Божье. Если бы они пришли и сказали, Господь, мы так прославили Твое имя, Твоему имени все поклонялись, столько людей узнали, что Ты Господь, потому что так то и так то было. Я думаю, Иисус бы не напомнил про Сатану падшего. Он бы за них порадовался. Но он увидел совсем обратное, понимаете? И поэтому своим ученикам сказал, ой-ой-ой, опасное дело. Не радуйтесь этого. Это естественно, это должно быть, не радуйтесь этого. Понимаете, как это важно? Понимать, что истинная радость нас и что может нас снизвергнуть с небес? Гордость. Гордость, гордость может нас и тщеславие скинуть с небес. Мы знаем такое место, где написано вычеркну из книги жизни, смотри. Это не так, что мы уже купили билет, никто не отнимет. Вычеркну. если. Поэтому нам нужно, мои дорогие, идти путем за Христом и радоваться тому, что наш имя написано в небесах. И сила и власть она при нас. И когда надо, Господь использует нас. И даст нам больше, если мы будем идти так, как шел Господь. Как Он сказал, что те, которые последуют за Ним, там, где Он и они будут. Их почтит Отец. Их почтит, понимаете? Так что путь один. Это за Христом. Это почести. Идти за Христом это почести. Это почести от Господа. Оставаться скромными служителями это велико. Поверьте, это велико. Никогда не смотрите на себя, смотрите только на Господа. Никогда не принимайте славы себе, только Господь. Никогда не воздавайте себе славу, себе хвалу. Никогда. Радуйтесь Господом. Ликуйте в Господе. И то, что Бог нас послал и на что послал, это проповедовать Царствие Божье. Для спасения многих. А то Иисус посмотрит на сердца некоторых и не порадуется. И говорит, смотрите, я видел Сатану, спасшего с неба. Об этом не надо радоваться. Мне очень жаль, что некоторые теперь тоже попадаются под это. увлекаются чудесами, знамениями. И забывают, что надо самое главное это видеть перед собой Господа. Вы знаете, как сказано в Писании, Иисус сказал, что если у тебя, допустим, глаз или рука или нога тебя искушают, лучше что сделать? Отрезать. Отрубить. Глаз выколоть, но пойти на небо, чем с двумя глазами, с двумя руками, с двумя ногами в ад. Какой смысл освобождать, какой смысл исцелять, если не дать им жизнь вечную? Ну и что? Исцелили. Он пошел с двумя ногами в ад. у него же не болят ноги теперь. Ты получил славу, а он в ад пошел. Что важнее для Господа? Чтобы он с двумя ногами в ад пошел, с грязным сердцем, чтобы он с глазами грязными, которые похабные, пошел в ад. Мы же исцелили, он теперь видит. Богу важно в первую очередь это к Царству Божьему привести. Покаяние. Великое служение это покаяние. Я понимаю, что больше славы, когда бес обгоняет. А вот Господь смотрит по-другому. А Он смотрит на то, сколько воистину стали Его учениками. Скольки воистину приняли Его как Спасителя. Скольки имена Свои подтвердили в Книге Жизни. Войдут в небеса. Это истина, то, за что послал нас Господь, на что послал нас Господь. Написано, остальное будет что? Прикладываться. Но нельзя это делать целью. Вы вспомните всегда это место. как сказал Иисус. Этому не радуйтесь. Это знамение того, что Бог с нами. Знамение того, что у Иисуса есть сила и власть. И что мы дети Божьи. Но радуйтесь тому, что вы записаны на небесах. Это единственное, что вас спасет. Это единственное, что вас в вечность приведет. Царство Бога. Это единственное, что мы можем подарить как драгоценность людям. Если вы спасете человека хоть одну душу и приведете в Царство Божье, вы великие. Вы понимаете, вы великие. А если вы исцелите, и он пойдет в ад, кто вы? Вы великие? Как посмотрите в глаза Иисусом? Вот не надо менять ваш взгляд. Смотрите всегда на Господа. Смотрите на Него. Вспомните, как Он исцелял. У Него не было этой целью. Он даже никому не говорил. Он не хотел, чтобы бегали за Ним только дай, дай, дай. Он хотел, чтобы к Нему приходили услышать. услышать, что сделать, Господи, чтобы мне спастись. Что сделать, чтобы войти в Царство Божье? Вот что было целью Иисуса Христа. Поэтому о Нем что сказано? Кто пришел с неба? Слово Божье. Слово Божье. И Слово Божье истинно освобождает. Но в первую очередь пришло Слово Божье. Иисус нас посылает как Слово Божье. Потому что именно Оно все совершает это. Это и есть сила и власть Бога, Его Слово. Так что в первую очередь проповедуйте Иисуса Христа. В первую очередь ищите, чтобы Бог дал вам силу в устах ваших. Кого бы вы не встретили, чтобы вы спасение несли. остальное приложится. Если вы будете послушны, если вы будете краткой и смирной пред Господа, Бог и это усмотрит, и даст, и вашими руками будут совершаться чудеса и знамения. Он приготовил для последнего времени. Он и зальет. Больше скажу, Он зальет Духом Святым. На всякую плоть, сказано. Но чтобы это не погубило, потому что мы видим даже пример, даже эти 70 учеников, если бы Иисус не остановил, а если бы нам не было это примером, мы бы тоже могли свернуть слегка. Все Господь нам оставил. Он оставил нам инструкцию, Он оставил нам учение, которое хотел бы, чтобы мы придерживались с вами. И оно в Его Слове. И Он сказал, кто последует за Мной? А как последует меня? В первую очередь отвергнись. Возьми крест свой, пошли. Иди за Ним. И дальше Он все совершит. Поэтому всегда ищите Господа. Всегда смотрите на Господа. Пусть всегда Он будет перед вашими глазами. даже Иисус Христос, Сын Бога Живого, имеющий полную силу и власть, никогда не взял себе славы. Он всегда говорил, есть ищущий славы. Никогда. И ничего не сделал, так как Он считал. И ничего не сказал от себя. Но говорит, как видел, так и делал. Что слышал, то и говорил. Вот оно послушание. Вот это пример, как хотел бы нас видеть Господь. Это образец. Если мы очень хотим быть подобными образу, вот он образец. Кто хочет быть подобными образу, давайте жить послушанием, не собственной волей, а послушанием. примем как образ жизни послушание Господу. Будем искать Его воли во всем. Будем послушны Ему во всем. Он написано вознесет в свое время. Может это время будет на небесах. Может оно будет еще вот здесь. Просто хочется сказать, да будет в Аминь. Аминь. Продолжение следует...